Андрей Макайонок народился у вёсцы Борха у сучасного Рогачёвского района. У молодости его биография малышим адрознивалась от биографии ровесников. Скончил школу, поступил в военное училище, примал в дело в Великой Айчинной войне. По сутности, он не имел специальной литературной адукации, а лет творил творы, которые стали классикой и эталоном жанру. Давайте сгадаем трибунал «Народная трагикомедия». И он, по сутности, заснавал вот этот жанр трагикомедии у белорусской литературы, сатиричный жанр у белорусской литературы, комедию-памфлет, комедию-репортаж. Это всё Андрей Макайонок. Почас ходу письменников Гомельской области, який пройшов на минулым тыдні, примается однодушное решение. Начинаючи с 12 листопада провести у регионе год Макайонка. На практице это будет встреча письменников с читачами у городах и вёсках, что повинны одновить интерес до творов классика. Плюс у рамках святкованни подрыхтует сборник пьес сучасных драматургов. На Гомельской земле у Андрея Макайонка оказалось ашмат угодных последовников. Это так само мы пропоновали, накеровали лист до керовника региона, старшине Аблыканкама, у яким унесли пропоновы, как День белорусского письменства у Рогачёве, який отбудется в вере с ненаступного года, так само пройшов под знаком нашого ведомого талиновитого письменника-земляка. Андрей Макайонок пошел с життя 16 листопада 1982 года. Прошетыры годы увезцы Журавич, где он вучился в средней школе, открыли музей народного письменника Беларуси. Тут часто примают наведвальников с близкого и далекого замежа. Человек, який стольки зробил для литературы, достойный того, каб яго памятыли. Жывеш ты у творах тут побачь своих, даешь захном соков напиться. А творы твои – бессмертные сёння, лунают крылаты навеки. Мы кветку спалёв беларуских кладём творцу, земляку, человеку. И мы хочем, кабу вашей памяти Андрей Ягорович зауседы заставаўся таким добрым, щирым, эмоциональным, який он показан на гетых фотоздымках, зроблених у час читання своей п'язы.